Мировые лидеры заявляют о победе над террористами ИГИЛ в Ираке и Сирии. Исламское государство фактически разгромлено. Подумать только, террористы смогли наладить в захваченных провинциях почти государственную жизнь. У них там даже свои налоги были. Теперь всего этого у ИГИЛ нет. Но ведь амбиции остались, и желающих примкнуть к этой организации до сих пор тысячи по всему миру. Чем они ответят на разгром? И может ли где-то еще возникнуть новый террористический анклав? Сергей Ауслендер продолжит тему. Итак, вроде бы победа. Россия и Америка в один голос заявляют. ИГИЛ разгромлено. На сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГИЛ. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации. В Вашингтоне разводят руками. А что же мы, получается, делали все это время? Ведь масштабы участия Америки и России просто несопоставимы. Самолеты США три года утюжили джихадистов, а военные советники обучали сирийцев, которые воевали с ИГИЛ. Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они распространяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГИЛ больших успехов, чем предыдущая администрация за весь срок своего правления. Вопрос в том, кто победил ИГИЛ, в сирийской проблеме сейчас, можно сказать, самый обсуждаемый. Победителей слишком много. Около 70 стран принимали участие в разгроме террористов. Тот же Израиль, например, вовсе не состоял ни в каких коалициях, но его ВВС регулярно наносили удары по базам джихадистов. Так что главная проблема сейчас не в том, кто победил ИГИЛ, а в том, удалось ли его вообще победить. Многие эксперты полагают, ИГИЛ, конечно, разбита, но вовсе не словлена и побеждена. У таких организаций структура горизонтальная. Нельзя убить главаря или разбомбить штаб, и все развалится. Каждая ячейка, каждый отряд действует сами по себе. Кроме того, далеко не вся территория Сирии оказывается освобождена. Как можно говорить о полной победе над ИГИЛом, когда у нас в сирийской пустыне, город Абукамаль, там есть еще огромная территория, которая по-прежнему находится под контролем. Это и барварская организация. Поэтому это данность, с которой приходится как-то жить. И тем не менее, если кто-то считает, что, может быть, пустыня это не часть Сирии, то пусть об этом громко скажут. Есть и другой момент. ИГИЛ как концепция, идеология всемирного джихада. Войны с неверными, а неверные это весь мир, кроме самих джихадистов. Так что у исламского государства происходит своего рода смена стратегии. Раньше это был захват территорий, теперь теракты и нападения. Сейчас ИГИЛ переориентируется на атаку. Атаку против арабских режимов, то есть по формату Аль-Каиды. Все то, что происходит в Египте. Ну, Ливия, безусловно, как бы, да, мы там другие страны, в том числе Иордания, например, сейчас поднимают голову, те так называемые спящие ячейки. Второй приоритет — это Запад. Не сумев победить западные армии на поле боя, ИГИЛ, подобно той же Аль-Каиде, наводняет европейские столицы своими сторонниками, чтобы устраивать теракты и держать своего главного врага в постоянном напряжении. Это особенно актуально сейчас, во время рождественских и новогодних праздников. Сергей Услендер. Подробности недели. Ближневосточное бюро. Телеканал АИГ.